В сегодняшнем видео 10 советов, чтобы улучшить свой стиль молодому человеку-студенту. Так вы сможете прийти на собеседование и получить работу мечты. Поехали! Первый совет. Будь самим собой и найди свой собственный стиль. Будьте уверены, люди смотрят на вас каждый день и они делают выводы по вашему внешнему виду. Какой посыл вы хотите донести и каков будет ваш индивидуальный стиль? Итак, поговорим о четырех составляющих мужского индивидуального стиля. Первое – физические характеристики. Некоторые вы можете контролировать, некоторые нет. Вы можете контролировать количество мышц и жира, но не можете контролировать ваш рост, ваш тип телосложения, цвет кожи, волос, глаз. Все это влияет на цвет и самоодежду, которой вы должны обзавестись. Следующая составляющая индивидуального мужского стиля – ресурсы. Обычно зависит от времени, которое у него есть и сколько у него денег. Если у вас много денег, но нет времени, загляните в ателье. Если у вас нет времени и денег, вам придется подождать, пока не появятся лучшие скидки в году. Или же, если у вас времени побольше и не так много денег, вы можете заглянуть в секонд-хенд. Далее, у вас идет физическое и профессиональное окружение. Оно имеет большое влияние на стиль одежды, вес ткани. Если вы нью-йоркский адвокат, ваш гардероб будет очень отличаться от того, если бы вы начали работать в индустрии развлечений в Сиднее. Тут важен не только разный стиль одежды, но еще различные виды тканей, в зависимости от погоды и природы вашей работы. И помимо этого, ваши личные желания. Как вы будете выражать свою индивидуальность? Все вместе – это ваш личный стиль. Далее, друзья, найдите те вещи, которые со временем будут лучше. Когда вы начнете носить одежду и разбираться в ней, вы заметите, что фундаментальные предметы гардероба, похоже, никогда не перестанут быть стильными. Часы становятся фамильной ценностью. Туфли – у них развиваются уникальные черты. Начните вкладываться в хорошие вещи. Купите кожаную косметичку. Итак, следующий шаг для молодого человека по прокачке стиля – преодолеть ложные убеждения, которым вас обучили, чтобы вы не следили за своим стилем. Вас пригласили на собеседование, но только вы придете и не будете выглядеть соответствующе. Вы не оправдываете ожидания. Вы не получите работу или получите, но не продержитесь долго. Потому что люди не хотят быть рядом с тем, у кого нет представительских навыков. Кто не выглядит соответствующе. Убедитесь, что вы не саботируете себя своим внешним видом. Далее сосредоточьтесь на взаимозаменяемости гардероба. Покупайте вещи, которые легко не запоминаются при их ношении. И это значит, вы можете носить их даже несколько дней подряд, если нужно. Позвольте мне показать, насколько это мощный прием. Если у вас есть три костюма с тремя парами туфель, тремя галстуками, с тремя карманными платками, которые на 100% взаимозаменяемые, у вас получится 81 наряд. Этой одежды достаточно, чтобы носить ее 3 месяца без повторения, просто меняя вещь за вещью. Друзья, в этом сила взаимозаменяемого гардероба. Вы даете себе выбор, не тратя много денег. Поэтому вы можете потратить немного больше, покупая вещи. Следующий пункт на самом деле важен. Каждый день одевайтесь как можно лучше. У вас должна быть повседневная форма, которая на шаг выше остальных людей. На случай, если к вам в универ приедут рекрутеры, вы все выглядите одинаково. Они видят средний балл, он не особо отличается. И они будут смотреть на внешний вид, на ваш повседневный наряд, посмотрят на вас и будут принимать решения на основе этого. Огромные логотипы. Единственное оправдание носить вещи с огромным логотипом, когда компания вам платит за то, что вы носите его. Иначе нет, не носите. Просто маленького логотипа достаточно. Который нельзя определить за 20 метров. Или вообще ходите без него. Знаете свою пирамиду стиля и практикуйтесь. А это размер, функция и ткань. Все, что вы надеваете, должно хорошо на вас сидеть. Когда вы одеваетесь, убедитесь, что вы надеваете одежду, которая подходит к случаю. И что касается ткани, покупайте лучшее, что вы можете себе позволить. Если денег мало, то как только начнете зарабатывать хорошие деньги, обновите базовые вещи. Далее, обратите внимание на волосы. Вы молоды, можете позабавиться. Если хотите, можете побрить голову, покрасить волосы. Если хотите, отрастите бороду. Веселитесь. Но поймите, что в течение сезона интервью вам стоит придержать свой пыл. Потому что нужно быть уверенным на собеседовании. Вы будете уверены, когда держите вещи под контролем. Когда вы предполагаете, как должно быть. А не искать за два дня знакомого, чтобы вас подстриг. Да, он пострижет волосы бесплатно, но он сделает это ужасно. И ваша уверенность рухнет. И таким вам придется идти на собеседование. Вы не должны этого допустить. И будет совсем плохо, когда вас неожиданно пригласят на собеседование в последнюю минуту. Например, появится компания, которая хочет встретиться со студентами после обеда. Они захотят встретиться с вами этим днем. А у вас не будет времени съездить домой, постричь ногти, побриться. И что вы будете делать в этот момент? Да, вы пойдете, но вы не будете чувствовать себя полностью уверенно. Чтобы предотвратить это, вы должны ухаживать за собой. Раз в месяц нужно постригаться. Раз в неделю стричь ногти. Начните бриться ежедневно во время сезона собеседований. Убедитесь, что вы держите это под контролем. Далее вам нужна жидкая храбрость. Не, я не говорю о том, чтобы хрепнуть бурбона перед собеседованием или выступлением. Я говорю о своем аромате. Просто наносите себе на тело. Обожаю этот запах. Он меня успокаивает. Он ассоциируется с моим сыном. Один из любимых ароматов. И я думаю о сыне благодаря аромату. Я успокоился, что я даже забыл, что записываю это видео. Вот что вам нужно. То, что навеивает вам воспоминания о более спокойных, лучших временах. И так вы вернете самообладание и будете способны зажечь на собеседовании. Это хорошо, когда ароматы помещают вас в правильное состояние разума. Ну что, друзья, теперь ваша очередь. Я хочу увидеть ваши комментарии. И если вам понравилось видео, поставьте лайк. Если вы новичок на нашем канале, нажмите на кнопку подписаться.